22-летний военнослужащий Игорь из Самарской области рассказал об обстреле в Макеевке. Боец выжил, но получил серьезные травмы. Попадание ракетного снаряда по ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь всколыхнуло всю страну. Своё видение ситуации молодой солдат рассказал сестре Анне. По словам девушки, брат был мобилизован осенью. В новогоднюю ночь Игорь находился на верхних этажах Макеевского училища вместе со служивцами. Военные провели себе свет, чтобы помещение выглядело жилым, спали в специальных мешках. Около 12 ночи 31 декабря военнослужащий написал своей девушке тревожное сообщение, пытаясь сразу ее успокоить. К нам попал снаряд. Ты спи, все нормально, рассказывает Анна. После чего на связь с Игорем выйти не удавалось долгое время. Родственники только утром 1 января узнали из новостей, что случилось. Сутки спустя боец сам связался с родными, написав, что утро недоброе. Со слов очевидца трагедии, его привалило плитой, а телефон сохранился лишь благодаря нательному хранению. Игорь долго дышал дымом от горящего пенопласта, прежде чем его нашли спасатели. Сейчас молодой человек ожидает перевода в Москву или Санкт-Петербург, поскольку именно там занимаются тяжелораненными бойцами. Опубликуйте поименный список мобилизованных, погибших в Макеевке. Петиция по таким названиям, обращенная к министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, появилась 4 января. К вечеру 6 января подписи под ней поставили больше 40 тысяч человек. Официально названное Минобороны число погибших в Макеевке российских военных не отражает реальной картины. Из достоверных источников стало известно, что погибших точно около 400 человек. В пятницу, 6 января, первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на Самарскую землю. Глава региона Дмитрий Азаров, который ранее достиг договоренности о переводе наших бойцов на родную землю, встретил их в аэропорту, а позже проверил, как их разместили в военном госпитале. Сегодня в Самарской области прошли первые похороны погибших во время удара по зданию ПТУ в Макеевке. Прошли они в Елховке. Дальше похороны будут 8 января, 9 января. Родственники гадают, придет ли губернатор Азаров или наоборот власти постараются сделать все, чтобы похороны прошли в полной тишине. По крайней мере из соцсети ВКонтакте, сообщения о погибших и объявления о похоронах стремительно удаляются.